Приветствую всех на очередном уроке курса SWIFT Professional. С вами продолжаю быть я, Антон Войцеховский. После прохождения этого урока повторите его, пройдите тесты, проверьте знания. Ну, а сегодня мы поговорим о таком важном этапе разработки приложения, как отладка приложения. Это то, чем мы, разработчики, занимаемся очень много времени и с точки зрения экономии этого самого времени, я уверен, нужно знать и уметь применять вещи, инструменты, которые могут облегчить этот сложный процесс. Мы не будем говорить об инструментах. Отладка при их помощи хоть и является важным этапом, но материалов по ним хоть пруд пруди, да? Мы же сконцентрируемся на вещах, о которых мало говорят. А именно, первое это как мы можем работать с отладчиком, с компилятором во время отладки. Мы поговорим о точках останова или брейкпоинтах, какие они бывают, как их использовать. Еще посмотрим, как можно работать с симулятором, важным компонентом при разработке приложений для iOS. И немного более глубоко копнем в сторону трассирования приложений, что это такое и как эффективно этим заниматься при разработке. Итак, LLVM. Наш старый знакомый. Помните, мы уже говорили о нем во втором уроке. LLVM, Low Level Virtual Machine, это универсальная система анализа, трансформации и оптимизации программ, которая реализует виртуальную машину с рискподобными инструкциями. Она используется как оптимизирующий компилятор Swift Intermediate Language в машинный код. Дело в том, что во время выполнения программы мы можем отправлять команды этой системе. Она является очень гибкой в режиме отладки и позволяет производить очень интересные манипуляции с нашим уже запущенным приложением. Работа с этой системой осуществляется главным образом в консоли Xcode. Кстати, в настройках Xcode можно перенаправить работу с LLVM командами в программу Terminal, Terminal App, если это вам будет удобнее. Механизм вам должен быть знакомым. Программа ставится на паузу, вручную, либо по нажатию на кнопку отладки пользовательского интерфейса, либо по остановке на точке останова, то есть брейкпоинта, либо по наступлению крыша, что тоже, к сожалению, случается. После этого у вас появляется окошко с возможностью писать команды для отладки. Вот панель справа. Также команды для отладки вы можете задавать и в самих точках останова, если настроить их соответствующим образом через пункт меню Edit Breakpoint, когда вы нажмете правой клавишей мышки на самом брейкпоинте. То есть эта команда будет автоматически вызываться при наступлении события установки программы на паузу из-за данного брейкпоинта. Что же это за команды? Самой простейшей командой есть PO или Print Object. Она пытается вызвать метод description, либо debug description для свифта, для этого объекта и, соответственно, распечатать возвращаемую строчку, как результат выполнения этой команды. Я уверен, что вы знаете и используете эту команду для отладки, но сегодня мы пойдем дальше. Следующая команда похожа на предыдущую. Это команда P или Print. Команда Print распечатывает значение примитивов, либо значение ссылки объекта. То есть мы получим адрес объекта, если распечатаем с помощью команды Print для какого-то объекта это значение. В данном случае SelfView, если мы распечатаем с помощью Print, мы получим ссылку, адрес, по которому находится этот объект. Следующая команда это распечатка фрейма. Эта команда дает полную информацию об экземпляре того, применительно к чему данная команда выполняется. То есть, как видите, для объекта SP ViewController, который используется в нашем учебном проекте Пульс, в проекте Пульсометре, распечатываются все свойства этого объекта, включительно со свойствами родительского класса. Включительно даже со свойствами, которые являются приватными. То есть вы можете полной мерой проэкзаминировать тот или иной объект, увидеть, что у него даже происходит там под капотом и узнать, например, как в данном примере. Далее команда Expression, сокращенно просто E. Данная команда позволяет во время установки программы на паузу выполнить код, который будет применен сразу же к сущностям в вашем приложении. Для чего это может быть нужно? Что же, это позволит сэкономить время для коррекции вашего кода программы без необходимости ее перезапуска, прямо на лету. В данном примере я произвожу коррекцию свойства делегата у объекта HerTradeMonitor. Таким образом, во время последующей отладки я могу исследовать, как программа будет дальше продолжать работать уже с установленным свойством delegate в значение mil. То есть в отличие от предыдущих команд, которые, можно сказать, были read-only командами, то есть команды только на считывание, вычитку данных, то данная команда, команда Expression, уже является write-командой. То есть мы как бы записываем, редактируем последующие выполнения нашей программы. Ее выполнение оказывает непосредственный эффект на изменение свойств приложения, как только она выполняется. Кстати, все команды, которые были перечислены, работают также и для адресов в памяти. Вместо имени переменной вы можете напрямую указать адрес объекта в памяти и выполнить, к примеру, команду print object. Она сработает так же, как и в том случае, если бы был указан путь к объекту, который должен быть распечатан. Это полезно в случаях, если у вас нет, например, аутлета к какой-то графической компоненте на текущем view, у текущего view-контроллера. Вы сможете в таком случае, например, распечатать массив subviews для главной view вашего view-контроллера. В результате вы увидите иерархию других view, которые принадлежат к главной view. Их адреса. И уже обращаясь по конкретному адресу, выполнить ту или иную команду. Там print object, print, либо expression. То есть все те, которые мы рассмотрели ранее. Следующая команда — это команда type lookup. Она позволяет вам проэкзаминировать тот или иной тип данных, который используется в вашем приложении. Для чего она может быть нужна? Что же, эта команда очень полезна, поскольку позволяет выявить так же все экстеншены и методы, которые реализованы в этих экстеншенах к объектам, к классам. И это можно сделать без необходимости искать эти экстеншены по всему коду. Мало того, по всем вашим файлам, да, еще и по файлам ваших третьепартийных зависимостей, которые могут на самом деле так же иметь какие-то экстеншены, к тому же UI view, UI view контроллеру. Таким образом вы сможете увидеть, какие экстеншены уже реализованы. И, возможно, вам не придется писать дубликат, по сути, изобретать свой велосипед, в то время как уже вы можете использовать код, который присутствует в вашем приложении, в каком-то из экстеншенов. Также важным инструментом при работе с LLVM являются Python скрипты. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Субтитры подогнал «Симон»!